Мы рады представить вам наш новый комплект видеокурсов платье бочонок и легкое пальто из жаккарда 4 в 1. Также вы научитесь очень быстро шить платье из жерси и моделировать и шить полочку к пальто сложного кроя. Впервые мы создали курсы с нормированием времени. Все операции расписаны по минутам и вы не просто научитесь шить, но будете понимать сколько времени вам нужно на пошив ваших изделий. Добрый день вы на канале модные практики. Напоминаем, что у нас видео уходит каждый день. Сегодня за чашечкой кофе хочу поговорить с вами о трендах. Вот такое слово тренды мы мало употребляем. Вы знаете, что мы мало употребляем здесь это слово. Почему? Потому что мы одеваем реальных людей у нас в ателье. Девочки отшивают реальные вещи. Иногда это бывает как бы совпадает с какими-то трендами, иногда не совпадает. Но сегодня я хочу поговорить не об этом. Передо мной вот эти все журналы. Они не случайно у меня здесь вот находятся. У нас в ателье очень много. У нас есть такая, более такая библиотека, где у нас книги все. И есть отдельная библиотека, где у нас за все годы все там собирается. Она уже у нас, конечно, очень большая. Вот такие журналы шов деталей. Последний раз я их купила. 16-17 год. Вот такой журнал я его еще привозила из Парижа. Что-то мы покупали раньше еще с 11 года у продавцов тканей. Они когда получают ткани, получают какие-то журнальчики на продажу получали. И как бы обычно в тканевых магазинах бывали такие журналы. Мы же, конечно, какие. Все, что видим, покупаем все. С 17 года или вот 18 года я уже эти журналы не покупаю. Шов деталей говорит о том, что в тренде. Что я думаю о трендах? Отвечаю. Ничего. Тренды приходят и уходят. А мы остаемся. Вот все, что в этих журналах есть, мы не открываем последний уже, наверное, год. Не заглядываем. Они у нас просто мертвым балластом находятся в нашем ателье. Никому не интересно, какие тренды были там в 11 году, 12, 13, 14 и так далее. И даже сейчас нет желания ни у кого из наших тут людей присутствуешь. Там открыть что-то, полистать, что-то для себя поискать. Как бы нет. Почему? Потому что все помним, как бурно вошли в нашу жизнь. Марко Дольче Габбана. Это было в том году модно. Лимоны на платьях. В этом году модно. Рыцари. В каком-то году модно. Вей-вейра. Кстати, в Иране так давно были. В каком-то году модно это. В каком-то году модно то. Но все это проходит и все. Прошло и все. Я даже вот на сегодняшний день даже туманно себе представляю, какие принты сейчас у Дольче Габбана и что они хотят принести в свой мир своими коллекциями. Как бы я хочу сказать, что все настолько уже смешалось, настолько уже вот просто, вот я не знаю, но уже поднадоело. Вот эти очень такие вещи, которые, ну, очень много дизайна, они не приживаются в нашей жизни, потому что, ну, да, они должны быть. Может быть, у людей, которые посещают клубы, там, ночные или, я не знаю, какие-ли специальные, какие-то, я не в курсе. Может быть, у людей, которые там должны производить впечатление на публику, а к нам все это не приживается. Мы сейчас нам все равно, что было в тренде в 14-м, 15-м, 16-м, там, 17-м и так далее году. Вы видите, я специально положила эти журналы, чтобы вам показать, что мы все-таки за этим следили. То есть мои слова, они не такие голословные, что я вот так вот вам говорю, а, все это ерунда, а сама ничего не видела, ничего не знаю и как бы не в теме. Нет, я очень даже в теме. Я истратила массу большую денег на покупку вот этого всего. Это только маленькая часть. У нас тут намного больше всего. Просто я вот положила здесь, чтобы, ну, вы видели, что как бы вот такие журналы у нас есть. Я что хочу сказать. Проходит сезон, и уже этот журнал не открывается. Проходит какой-то следующий сезон, следующий журнал, вот в конце сезона уже он не открывается. Тут очень все сложно. Эти журналы были Милан, были Париж, были там весь мир. Это все очень сложно, и это как бы не востребовано. Что-то, что-то из этого входит в нашу жизнь, что-то немножко задерживается, что-то чуть-чуть больше, но все равно вот такая сиюминутная мода, сиюминутная, которая вот нам показана в этих журналах, она у нас, ну, не приживается. Я ставлю диагноз, не приживается. Что приживается? Приживается хороший крой, приживается вещи из регулярных коллекций, которые выпускают. Те же самые модные марки. Допустим, модная марка выпустила, вот, допустим, коллекцию какую-то модную, и показала ее на неделе моды, и вот эти журналы напечатали, нам выдали. Мы посмотрели, но нам все не понравилось, или что-то мы взяли, на следующий год забыли. И есть регулярные коллекции, те, которые у нас продаются в дорогих магазинах. Кто-то их копирует, кто-то приобретает, кто-то приобретает подделку, кто-то хочет быть похожими на это. Но это вот то, что более-менее у нас приживается. Я хочу сказать, что приживается. Живанши придумал в 1961 году платье, и оно модно сейчас. Вот это приживается. У нас хорошо приживаются хорошие брюки, хорошо приживаются кашемировые свитера, хорошо прижились у нас пальто свободного кроя и несвободного кроя. То есть те вещи, в которых мы... Женские рубашки, бомберы, самые разнообразные, самые разнообразные бомберы, самые разнообразные парки, самые разнообразные тринчи, самые разнообразные пальто. Но это то, что мы носим каждый день. Мы не можем шить по этим журналам, и ни с того, ни с сего. Каждый день отводить ребенка в сад, провожать ребенка в школу, прибегать на работу, идти в банк и так далее. Это подходит более все медийным людям, которые вот этим занимаются, которых с утра до вечера снимают камеры, которые как-то себя преподносят обществу, и им это важно, чтобы на них что-то было одето необычное. Для нас важно, чтобы из той категории одежды, которую все-таки я отношу к адекватной одежде, чтобы из этой категории мы умели что-то выбрать для себя. Когда я вам делаю обзор журналов, я чаще всего вам показываю или нормальные вещи, или цветосочетания, или еще что-то. Но я за то, чтобы мы выбирали вещи, которые были не на один сезон. Сегодня почему я захотела поговорить о трендах, потому что ну очень много, очень много, очень много этих видео в тренде это, в тренде то, в тренде еще что-то. И я хочу сказать, что иногда я выступаю против, иногда меня так не услышат. Да, что-то там Ирина Михайловна сказала, время проходит, и так оно точно и есть. Когда были дико в тренде, все стилисты сказали, что в тренде высокие вот такие перчатки, я вышла и сказала, это неудобно, это не приживется, мы не можем в этом ходить, потому что просто это неудобно. Как где-то ты зашел куда-то, тебе надо снять вот такую высокую перчатку у всех телефонов, тебе надо просто элементарно ответить, не получается. Ну и так они и вышли из моды, эти высокие перчатки, как бы, ну Ирина Михайловна там сказала, ну подумаешь, это неправильно, высокие перчатки в моде. И так очень много вещей, которые, но если в этом году, которые просто не приживаются, если в этом году Марка Гуччи показала абсолютно несуразную коллекцию, она может быть с точки зрения художественной красивая. Да, я ничего не спорю, все сейчас можете открыть интернет, у меня есть в журналах, когда там дикие цветы совмещаются с какой-то одной клеткой, эта клетка совмещается с другой клеткой, абсолютно какой-то сделан там несуразный кант по этому пиджаку, и колготки в цветочек еще туда же, и еще что-то. Вот такие образы мы видим в журналах, они у нас не приживаются. Ну и что? Ну посмотрели, и что, спокойно пошли дальше. Посмотрели, какое-то цветосочетание понравилось нам, допустим, розовое с сиреневым, раз мы его для себя взяли, хорошо. Спокойнее относиться к трендам, находить, учиться находить те вещи, которые долго в моде. Это наша основная задача. Создать тебе те вещи, которые долго в моде, это классно. Я все эти сезоны, вы меня тысячу раз видели в юбках-карандашах, я любила эти юбки, хорошо к ним относилась, они у меня есть в хорошей шерсти, все хорошо, но наступил момент, когда вот, как ножом отрезала, вот раз ты уже это не хочешь, не хочешь, не можешь одевать. Сейчас себе нашиваю другие юбки и приобретаю другие юбки. Поэтому спокойненько относимся, находим то, что созвучно нашей душе, то, что созвучно нашей внутренности, одеваем то, что нравится нам, и меньше прислушиваемся вот к этим трендам. Ну, подумаешь, в тренде то-то или то-то. Ну и что? Пройдет один сезон, все забудут, а мы останемся. Эти вещи будут висеть у нас в шкафу. Мы будем сами открывать свой шкаф и смотреть на это все, и думать, о, это что? Куда же ты теперь деть-то мне? Аккуратно, аккуратно. Что-то из трендов, конечно, берите. Сейчас очень красивые пальто в моде, такого свободного кроя, я сама их люблю. Вот такие плащи свободные, широкие. Сейчас в моде самые разнообразные брюки, и когда стилисты говорят, что в тренде эти брюки или те брюки, все неправда, потому что в моде всякие брюки. От самых коротких и узких, до самых длинных и широких, всевозможные разные-разные, абсолютно разные. Поэтому наша задача найти для себя то, что подходит больше всего нам. И мы понимаем, что мы складываем средства, деньги, время и так далее, в то, чтобы нам приобрести эту вещь, ну, хотя бы, чтобы она нам послужила. Я посмотрела на эти все журналы, и они навели меня вот на такие мысли, с которыми я с вами сейчас поделилась. Вот это мертвый груз, который у нас есть, это не только это, у нас много чего тут есть. Как бы мы уже их не открываем. Поэтому, если хочется такой журнал, лучше пойти в магазин тканевый, где они там есть, полистать, посмотреть, ну, вот так, чтобы приобретать, вкладывать в это деньги, и потом оно вот так вот лежит. Как бы я не знаю, нужно ли это. Я еще хочу сказать о том, что, конечно, я приобретаю журналы, не именно эти другие. И привожу там по одному-два журнала. Раньше я привозила много журналов. Потом я поняла, что это не нужно. Я привожу один-два журнала, мы с вами делаем обзор, что-то для себя находим. Но к нам приходят заказчики в ателье, и как бы они тоже очень далеки вот от этого всего. Вот что интересно. Те люди, которые одеваются очень ярко, неординарно, и которые могут заявить о себе в этом мире, у них какие-то там свои представления, они находят в интернете какие-то модели, они для себя что-то уже подбирают, они покупают себе яркие выразительные ткани. У нас есть такие заказчики. Но они тоже делают себе вещь не на один сезон. Вот что я хочу сказать. Поэтому я против категорически вот эти вещи на один сезон, на два сезона. Они потом надоедают, уже неинтересны становятся, не в тренде. И это правда уже не в тренде. Когда ты одет просто в черном платье, белом платье, золотом платье, или еще каком-то платье, или в мелкий цветочек, или еще, ты всегда выглядишь нормально. Когда у тебя платье лимонами, которое было там, допустим, много лет назад, люди на тебя смотрят и думают, о, это уже вышло. А оно, может, вы его только второй раз одели. В этом году я себе приобрела брасничную шубу и пошила платье бочонок из такой черной шерсти. И на нем такие тюльпаны. Вы помните, Оля шила кофточку, а я шила шерстяное платье. Прекрасное платье. У меня такие брусничные есть сапоги, ботинки. Шерстяное платье зимнее. Его одевала великолепно, себя в нем чувствую. И там такие тюльпаны, прям вот такие большие тюльпаны, брусничного и близкого цвета, и все такое прочее. Я пришла в парикмахерскую. Женщина мне говорит, о, а эти тюльпаны лет 10 назад были в модно. Ну, меня-то это не смутило. Подумаешь, я же не потому одела, что это сейчас модно. Ну, однако, вот такие вот ярко запоминающиеся вот такие вот принты, они прекрасно могут поработать против вас буквально через год. Поэтому будем аккуратными. Я, мне кажется, очень много наговорила. Я в последнее время стала, вижу я, балкивай. Будем интересными, не похожими сами на себя изо дня в день. Учитесь. Наши уроки вам в помощь. Ставьте лайки. Делитесь нашими видео в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. Сильно нам охота. Золотую кнопку. Всего хорошего. С вами была я, Паук Штарина Михайловна, и вся наша команда. Субтитры создавал DimaTorzok